добрый день ну там вечер не на утро у нас вечер просто я не знаю когда вы будете смотреть это видео с вами студия заточки абсолют вот наши контакты и это обзор щипчиков для кожи ну кто как говорят на профессиональном сленге мастера называют их щипчиками вообще это кусочки для кожи вот кусочки для кожи для маникюра ну что хочу сказать коротко расскажу сделал такой обзор большой сразу предупреждаю это не демонстрация самой заточки это обзора разновидностях какие они бывают как используются и лучше удобнее практичный для мастеров маникюра в общем информация на ногтевой сервис ну смотрите первое что надо сказать формы бывают совершенно разные начнем с такого параметра как лезвие вот это стандартные кусачки сталикс и вот здесь у них лезвие идет 3 миллиметра но любой производитель вообще не имеет значения что написано упаковки там немецкие французские там японские там российский украинский инструментом какой угодно и никогда производитель точно не соблюдает заявлены заявляемые размеры когда речь идет о лезвии там плюс-минус то есть когда производитель говорит 3 вы должны понимать что это два тире 3 миллиметра это не значит что это сто процентов 3 там четко будет и также это относится к любому лезвию там если это 5 миллиметров то это будет 5 6 если это 4 это будет 4 5 там ну и так далее вот и самый маленький размер как нам известно это два три миллиметра и вот здесь у нас на упаковочке вот пленка закрывает не знаю вот видно троечка написано вот так вот ну я думаю не верите и в принципе может быть это видно на камере не знаю то есть и какие бывают у нас лезвие лезвие 2 3 это 2 3 следующий размер лезвие это 5 миллиметров вот как здесь это тоже моделька написано 5 мы мы вот следующий размер лезвия идет 6 миллиметров как вот допустим на этом мангере вот написано 6 не просто то есть понять вам видно на камере или нет 6 миллиметров ну и есть лезвие 2 3 там 4 5 6 7 там 8 9 миллиметров 10 миллиметров средняя длина лезвия чем работает мастера это 5-9 таким лезвием работает там буквально 90 процентов мастеров ну не знаю ну ну больше 70 85 вот следующий по параметру размер лезвия уже идет более 10 это 11 13 15 16 сантиметров допустим возьмем если вот эту кусачку это олтон видно олтон элечка ну есть как как это конечно в общем олтон элечка здесь у нас видите уже километровое лезвие и есть еще вот такие вот кусачки очень прочный вот если мы посмотрим так сумме на самом олтоне очень большой лезвие а тут получается еще больше ну и бывает очень достаточно большие больше 20 миллиметров лезвие практически два сантиметра там вот но стандартная длина вот что использует большинство мастеров повторяюсь мы сейчас не говорим про все кусачки мы говорим про кусачки только для кожи для обрезания кутикулы вот бывает соответственно 13 15 17 миллиметров вплоть до 22 если не ошибаюсь миллиметра больше двух сантиметров вот и бывает разный наклон если мы допустим возьмем эту кусачку то мы видим что у нее лезвие вниз но есть также и прямыми без наклона допустим монтажки бишкеков видите у нее я держу кусачку вот это лезвие не имеет наклона то есть она ровная здесь у нас есть наклон в таком сравнении я думаю более понятно вот вот такая форма называется топорик то есть когда лезвие параллельно то что касается наклона лезвием наклон бывает разный и мастера предпочитают больше наклон на кусачках если они используют для педикюра допустим вот на этой кусачке довольно такой резкий наклон их удобнее использовать под педикюр под маникюр удобнее вот с более пологим и так далее то есть здесь очень простой принцип вот этот угол лезвие меняется есть там несколько градусов вплоть до топориков когда они прямые как я уже говорил это то что касается самого размера лезвия и самой формы лесные есть еще пару параметров которые стоит отметить в щипчиках для кожи помимо самой длины лезвия существует разный механизм вот здесь вот мы видим сустав состоит из двух частей то есть одна часть и 2 и вот таким образом склепано здесь же мы видим что сустав состоит из трех частей это муфтовое соединение вот и более надежным считается муфтовое соединение она получается не то что надежнее она получается выдерживает большую нагрузку и вот на кусачках для для ногтей вот это соединение чаще встречается потому что уровень жесткости нужен большой чтобы ноготь срезать но для кусачках для кожи практичнее вот такой сустав когда две части здесь может быть не видно попробую показать на другом инструменте вот вот хорошо видно вот здесь получается три часть здесь две вот где 2 это получается клепочное соединение а это получается где 3 муфтовое соединение вот и кусачки для кожи как правило надежнее и дольше служат меньше сбивается сустав когда у них двойное соединение не тройное то есть клепочное не муфтовое какой еще есть параметр важно есть три вида раздвигающего механизма допустим вот в этой кусачки мы можем видеть одна палочка это не всегда удобно мы не рекомендуем чаще всего такой вот сустав использовать вернее не сустава раздвигающий механизм но некоторые мастера работают без ничего тогда им принципе это удобно пусть они вот так убирают или могут вообще с ним и работают вот таким образом остальные же мастера большинство и это очень практичный и надежный сустав использует две палочки вот как здесь вот в этом столиксе и это вот классическая мировой такой стандарт классическая модель когда две палочки мы рекомендуем из всех остальных механизмов использовать именно две существует также кусачки со странным механизмом когда здесь ничего нет ни одной ни двух палочек ничего и мастер него так работает а кусачки тем не менее открываются и закрывают у них есть ход сейчас я кстати продемонстрировать такой образец вот кстати эти кусачки вот видите здесь ничего нет есть искусственно никто ничего не снимал но тем не менее нет и никакого и вот они полностью открываются закрываются это самый ненадежный механизм его вообще ни в коем случае не используйте сейчас я краткий делаю обзор в видео может затянуться и это не очень хорошо не буду подробно заострять на это внимание в общем не используйте механизм без ничего внутри вот повторимся есть с одной это непредпочтительный вариант и есть двумя как я уже вам покажу это предпочтительный вариант есть еще один вариант такой спорный но тем не менее мы тоже его не не рекомендуем просто это не панацея его можно использовать такой более менее удобный нейтральный есть конечно преимущество но есть свои слабости тоже не буду сейчас долго на этом заострять внимание вот есть еще механизм вот такой пружинкой кто привык ну тут уж ничего не поделаешь использовать это ну так скажем не так надежно как две палочки но и в целом в общем неплохо вот все же мы рекомендуем использовать именно две палочки как на большинство хороших моделей практичных надежных инструментах на большинство из них вот именно такой но в общем-то все не будем затягивать с видео это был такой небольшой краткий обзор по щипчиком для маникюра или по-другому сказать и кусачек кусачком для кожи повторюсь это такой можно и так и так употреблять но в основном мастера используют такой сленг уже этот щипчики хотя в русском языке слова щипчики наверное назначает совершенно что-то другое иногда будет путаница когда говорят щипчики не понимаешь речь о пинцете сейчас или о кусачках вот ну вообще щипчики для маникюра говорят профессионалы всем пока до новых встреч вот потребуется качественная заточка в надежности которой вы можете быть всегда уверены обращайте студию заточки абсолютно вот еще раз покажу наши контакты присоединяйтесь к нам в сетях посмотрите отзывы от профессиональных мастеров обращайтесь до новых встреч